Древность юга России Древность юга России И с историей русской культуры И тесно связан с Крымом Это всегда был тот мостик Который соединял Россию И Севастополь Именно с именем Алексея Сергеевича Уварова Связано открытие Знаменитой Базилики Которая до сих пор носит его имя Это во-первых И во-вторых Дело в том, что сама семья Уваровых Это его отец, Сергей Семенович Уваров министр просвещения Российской империи и его жена Праскова Сергеевна Уварова, они стали знаковыми в русской культуре и в русском общественно-политическом движении. Именно поэтому очень важно то, что все эти три персонажа впервые встретились здесь, на земле Крыма и в Херсоносе. Ну давайте подробнее тогда уже о программе, сколько докладов, какие темы, какие участники. — Конференция у нас продлилась рабочими три дня, это с 13 по 15 число. Мы разделили ее на три секции. Первая секция и первый день был посвящен исключительно семье Уваровых. На второй день мы рассматривали доклады по историографии, изучении исторической науки и археологии, а третий день был посвящен археологическим проблемам. Было представлено нам около 35 докладов, не все докладчики смогли доехать, но около 30 докладов мы заслушали за эти три дня. График достаточно плотный, некоторые доклады вызывали дискуссию, согласие, несогласие, но как на обычной конференции. Конференция эта проводилась впервые. Эта конференция у нас в рамках нашего договора о сотрудничестве, заключенного с публичной библиотекой, в конце прошлого года. И я надеюсь, что эти встречи станут регулярными. По итогам конференции мы издадим сборник, а для работы мы издали тезисы конференции, где в кратком содержании можно увидеть вот эти представленные доклады. Даже тех докладчиков, которые не смогли к нам приехать, и некоторые доклады просто были зачитаны, ну и на дискуссии. Через некоторое время мы вывесим в PDF-версии на нашем сайте тезисы докладов, и все желающие смогут ознакомиться. Я единственное добавлю, что мы проводили впервые не только конференцию вместе с публичной библиотекой, но мы впервые использовали такую форму, как приуроченную к конференции специальную выставку. И эта выставка книг из собрания публичной библиотеки исторической московской. Книжная выставка. Да, книжная выставка. И из фонда нашей библиотеки, тоже издание, в основном все 19-го, начало 20-го века, посвященные семье Уваровых и посвященные их деятельности. Она такая получилась у нас небольшая, камерная, но очень-очень информативная. Ну а выставки от Людмилы Константиновны, наверное, подробнее расскажут. Конечно, давайте послушаем. А выставка, кстати, еще работает сейчас? Ну, выставка частично работает, потому что те книги, которые привезли нам из государственной публичной библиотеки, мы уже сегодня упаковали, потому что там короткий срок, на который мы договаривались. А выставка из фондов нашей библиотеки еще работает, так что, если интересно, можно прийти посмотреть. Ну и что касается самой выставки, то, во-первых, я хотела бы обратить внимание на то, что мы говорим не только, собственно, об Алексею Сергеевичу Уварове, а у нас эти чтения были посвящены семье Уваровых, а точнее чете Уваровых Алексею Сергеевичу и Праскове Сергеевне Уваровой, его супруге, которая вместе с ним работала и долгое время работала уже после его кончины, продолжая его дело и в археологии. Она возглавила после него Московское археологическое общество, занималась организацией археологических съездов, издавала и труды Московского археологического общества под названием «Древности», и труды археологических съездов, у нас почти все эти материалы опубликованы, есть в наших фондах, и частично они представлены на этой выставке. Ну а также выдержки из отчетов графа Уварова, из альбомов к его отчетам, ну и, собственно говоря, из работ, которые уже посвящены и графу, и Праскове Сергеевне, посмертные работы, вышедшие в печати. Ну, как мы уже услышали, около 30 докладов было на конференции. Ну вот для обычного обывателя, скажем, для наших телезрителей, для меня. Какие вот материалы, что-то интересное из конференции расскажите, потому что всегда история это, конечно, вызывает интерес. Понимаете, много было неожиданного и интересного. Скажу сразу, у нас с самого начала возникал вопрос, как можно совместить несколько пластов в рамках одной конференции. Потому что, с одной стороны, это пласт историографии, то есть истории изучения. Во-вторых, это чистая археология. И, в-третьих, это то, что мы называем книжное дело. Потому что библиотека – это книжное дело. Музей и наши гости – это археология. И историография – это в основном наши гости, скажем, из Симферополя. И мы пошли по следующему принципу – отбирать те доклады, которые соответствовали тематике занятий у вармах. Поскольку тематика, поистине, грандиозная и безбрежная, то нам удалось, разбив на три секции большие, все это скомпоновать. С моей точки зрения, очень интересные доклады по археологии, собственно, археологический материал. Новые, часто неожиданные материалы. Интересные работы по истории Крыма. В частности, был очень интересный доклад, посвященный описанию Крыма и изображениям Крыма. Например, какой-то факт или что-то такое? Знаете, по одной из своих специальностей я занимаюсь реставрацией. Реставрация подразумевает воспроизведение исторических фасадов. И одним из пунктов вот такого описания для реставрации является то, что мы должны иметь документы, которые фиксируют эти фасады на разные промежутки времени. Именно на них мы и опираемся. И вот один из докладчиков собрал все возможные данные по основным памятникам Крыма, как они зарисованы на рисунках XIX века. И вот глядя на них, я сразу могу сказать, скажем, что не так сделано в реставрации или наоборот, что не доделано. Наоборот, то, что сделано хорошо, это называется то, что обычно в графе, посвященной тому, что надо сохранять, называется предмет охраны. Вот это абсолютно практическая вещь. И эта вещь очень важная. То есть мы будем иметь образцы, на которые мы будем ориентироваться. Это всего лишь маленький пример. Ну, я так думаю, что для обывателя, так скажем, для того человека, который просто интересуется историей, а не археологией в плане такой предметной совсем, да, должна была быть интересна серия докладов, это можно и в тезисах ознакомиться, именно прочитанная во второй день, связанная с историографией Крыма, да, с историей изучения. Я бы отметила и доклад Дмитрия Конкина из Симферополя об экономической составляющей в начале XIX века. Да, это мы всегда как бы преувеличиваем, хотим преувеличить наше счастливое, настоящее, да. А с точки зрения уже по прошествии 200 лет почти, смотрится на это как бы по-другому. И вот это преувеличение, оно не всегда играет хорошую роль для последующих поколений, в плане того, что экономика слабая, а мы говорим о том, что она хорошая, а там через 20 лет страна или этот регион оказывается в кризисной ситуации, совершенно кризисной. Поэтому здесь с точки зрения ретроспективы, так сказать, времени, 200 лет, очень интересный был доклад. Так а что там было? Ну, можно сказать о том, что глазами, допустим, и путешественников, и описаний были заказы, просто были заказы на то, чтобы составлялись описания о цветущем состоянии Крыма, понимаете? Оно было далеко не таким. Заказные экспертизы. Да, заказные экспертизы. И как это все формировалось потом на те программы развития, которые так или иначе накладывались на Крым в начале 19 века. Итогом этого можно сказать, что в 20-30-е годы Крым не дал того результата в экономическом состоянии, на который, да, рассчитывая, 19 века, да, 20-30-е годы, 19 века, не дал того результата, понимаете, экономического, на который можно было рассчитывать. То есть это было фактически время упущенных таких вот возможностей. Вот, это очень интересный доклад, тем более там обстоятельно разбирались и причины этого момента, и как это происходило, и происходил, как этот заказ этого всего экономического было. Очень интересно. Ну, актуально по сегодняшней день. Ну, вот я хочу сказать, что лучше сказать критично, чем это недосказать, понимаете? Потому что через 30 лет это может выйти в совсем другие формы, которые подноготно этих 30 лет назад было, понимаете? Ну, такой вот очень интересный доклад. Были интересные, мне очень понравился доклад нашего сотрудника, молодого сотрудницы архива Виктории Мирошниченко, потому что семья Перовских, она близка Крыму. Лев Перовский, в общем-то, был у нас здесь достаточно известной личностью, губернатором, есть имение Льва Перовского. Она набрала, что не только Крыму, но и Чите Уварову. И Чите Уварову, это понятно, оно так или иначе связано все с Чите Уваровым. Но у нее хороший интересный материал, она набрала по, фактически, краеведению. И вот для экскурсоводов это просто незаменимый материал, понимаете? Все водят южный берег Крыма, все ездят к нам в Любимовку. А у нее очень хороший такой вот пласт материала был представлен, нового, связанного с семьей Перовских. То есть это вот чисто такие обывательские, это не сугубо научные такие жесткие доклады, где обсуждаются проблемы датировок или еще чего-нибудь такого. Это вот доклады, которые понятны были личностям. Очень интересные доклады были связаны с личной жизнью семьи Уваровых. Это тоже такой вот аспект, который сейчас очень моден и популярен. Ну, конечно, я думаю, во все времена, в принципе, потому что... Гендерный аспект, как называют технология. Понимаете, это люди, семья Уваровых, это те люди, которые оставили глубокий след в истории России на протяжении практически целого века. И в качестве министра просвещения, и в качестве потом руководителей археологических обществ. Это же не просто занимались одной археологией, они были общественниками очень большими. Они писали письма императору, пытались сохранять наследие. У них были свои программы сохранения наследия, были свои программы развития, так скажем, тех же самых, как у нас сейчас поиск идет, условно говоря, идей национальных. Это все, это, кстати, Уваровские, вот эти все идеи. И там, да, имеется в виду уже отец Алексея Сергеевича, Сергея Семеновича. Поэтому это личность, которую мы сейчас не замечаем, мы сейчас в быту пользуемся теми национальными идеями, которые выдвигал Уварова, а это все связано вот с именем этого человека. Ну, входит в историю, да, Карина? У нас остается не так много времени, порядка двух минут, конференция уже подошла к концу, да, вчера. Ну, а в следующем году планируется ее проведение? Мы планируем периодичность, мы этот вопрос будем еще обсуждать, потому что, вы понимаете, любая организация конференции, она требует особой подготовки, особых там и расходных, да, моментов, и даже научных составляющих, потому что идеи должны быть под конференцию. Но я, во-первых, хочу сказать всем, кто вдруг заинтересовался, но не смог побывать там или еще как-то там, не получилось у него, да, быть в Херсонесе в этот момент. Мы на сайте вывесим свои тезисы, я еще раз повторю, конференции, и мы на сайте сделаем через некоторое время в виртуальном состоянии выставку, книжную выставку, которая была у нас. Поэтому можно будет ознакомиться, следите за нашим сайтом, следите за новостями на нашем сайте, это обязательно все появится. Вот, а периодичность обязательно планируется, мы планируем издать сборник докладов, и, в общем-то, эта программа будет продолжать развиваться. Ну что ж, и последний вопрос, вы уже упомянули о том, что у вас есть договор о сотрудничестве Государственной исторической библиотеке, что еще в его рамках планируется, и планируется ли вообще что-то? Ну, этот договор был заключен в прошлом году, и он планировался прежде всего как договор о книгообмене, потому что на протяжении украинского периода здесь были большие сложности именно с хорошей, качественной научной литературой. Обычно мы сюда привозили, что называется, на себе. Все это, да, каждый из исследователей брал рюкзак, клал туда книжки, привозил в библиотеку. Сейчас мы хотим поставить все это на стабильную основу книгообмена. В нашей библиотеке огромный обменный фонд. Это библиотека, которая начала формироваться еще со времен графа Уварова. Вот мы не зря привозили книжки с автографами графа Уварова. И мы будем стараться делать все, чтобы помочь крымским исследователям получить доступ к самой новейшей литературе. Ну что ж, это прекрасная новость. Время передачи практически стекло. Спасибо, что пришли к нам в студию. И думаю, увидимся еще, когда новые чтения пройдут. Или раньше, может быть. Спасибо большое. Напомню, международная конференция Уваровские таврические чтения и древности Юга России говорили с ученым-секретарем музея-заповедника Херсонес Таврический Натальей Кинкут, заведующий сектором научной библиотеки Людмилой Знаменской и ученым-секретарем Государственной публичной исторической библиотеки России Андреем Сазановым. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова